Первые морозы еще в ноябре сейчас показали, что жители новостроек, которые приобрели квартиру 2-3 года назад или 5 лет назад даже, сталкиваются с неприятными сюрпризами. Если говорить о проблемах, связанных с морозами, то самые распространенные недостатки, это недостатки, связанные с оконными и балконными ПВХ-блоками. То есть, когда наступают морозы, сам ПВХ-материал – это материал подвежженной температурной деформации, и сам ПВХ уменьшается в размерах, за счет этого начинается инфильтрация наружного воздуха в само помещение. Это самый распространенный недостаток. Также существуют ошибки при проектировании систем вытяжной вентиляции. Происходит так, что холодный воздух начинает заходить в саму систему вентиляции, охлаждает стойки вентиляции, на них выпадает конденсат, появляется плесень, и все связанные с этим последствия. Это самые распространенные недостатки, связанные с холодом. А вообще, насколько часто жители новостроек сталкиваются с такими проблемами? Неужели не бывает такого идеального дома, когда ты заехал и не столкнулся ни с трещинами, ни с какими-то другими сюрпризами? Ну, специфика нашей работы такая, что к нам обращаются только с проблемами. Конечно, есть, я уверен, что есть такие дома, в которых проблем практически нет, либо их очень мало, но мы по своей сути работаем только с проблемами. Скорее всего, это дома, такие, знаете, более премиум класса, которые более дорогие, которые некоторые у нас застройщики строят. Там, собственно, используются и материалы более качественные в изготовлении окон, и инженерные системы там, соответственно, более такие эффективные, чем, допустим, в помещениях, в домах эконом-класса. А если говорить не про зимние проблемы, а какие еще возникают? Трещины, что еще может? Усадочные трещины, естественно, да. Если дом особенно кирпичный, вот на Попово есть такие дома, которые кирпичные, на нижних этажах практически во всех квартирах, где люди сами сделали ремонт. Там была штукатурка от застройщика, дом очень тяжелый, идет усадка, идет квадратными метрами просто отслаивается штукатурка, и готовый ремонт, то есть его необходимо фактически переделывать. Это недостаток. Недостатки в части общедомового имущества тоже очень распространены. Это недостатки, связанные с отмосткой, с придомовой территорией, с кровлей. Кровля тоже очень распространенный недостаток, то есть какие-то протечки бывают, то, с чем к нам обращаются. Недостатки не только с квартирами, но, допустим, с гаражами, с машинными местами. То есть обращаются часто люди, когда была некачественно выполнена гидроизоляция, допустим, гаражей, построенных ниже уровня земли, туда просто происходит протечка воды. Вода, как правило, проходит через металлические конструкции, она ржавая, портит лакокрасочное покрытие автомобиля, и с такими недостатками тоже часто обращаются. Ну вот сейчас, все-таки, если говорить еще про морозы, вот сама могу просто сказать, к нам очень часто в редакцию обращаются люди, вот сейчас последние недели две-три, не знают, куда обращаться, либо к застройщику, либо в управляющую компанию. У вас прибавилось клиентов? Да. На самом деле морозы – это такая пиковая нагрузка у нас, пиковое количество звонков – это именно морозы. Потому что недостатки, допустим, связанные с некачественной отделкой, они не так критичны для жизни, как недостатки, связанные с промерзанием, с плесенью, со сквозняками. То есть, когда болеют дети, люди уже более остро на это реагируют, естественно, и ищут помощи. Ну, допустим, представим ситуацию, у людей в квартире плесень, холодный пол. Вот что здесь можно сделать? То есть надо заставить застройщика исправить эти все, скажем, косяки, прямым текстом? Или просить компенсацию, как-то самим пытаться бороться с проблемой? Ну, на самом деле я бы рекомендовал… Все зависит от того, сколько осталось гарантии на дом. Если дом новый и по закону у нас 5 лет гарантии на общие строительные конструкции, я бы рекомендовал обязать застройщика устранить эти недостатки для того, чтобы не потерять гарантию. Потому что следующие 5 лет просто дольщик может лишиться гарантии на данные недостатки. Именно в той части, в которой он будет устранять сам, если получит компенсацию. Лучше, конечно, обязывать застройщика устранять эти недостатки. И это еще может быть связано с тем, что все-таки, если у нас идет промерзание стен, то стены – это общедомовое имущество. Могут возникнуть проблемы с допуском к общедомовому имуществу. Поэтому, конечно, здесь лучше обязывать застройщика. И вот еще раз, я заселяюсь в новый дом. Например, его сдали в прошлом году. Сколько у меня есть лет, чтобы еще я могла претендовать на компенсацию, на возмещение каких-то недостатков? Фактически у нас закон, 214 федеральный закон. Если вы приобретаете квартиру по долевому строительству, то у вас есть 5 лет на общие конструкции, в том числе окна гарантия. И 3 года гарантия на инженерные системы. Если вы квартиру покупаете по договору купли-продажи, вот сентябрьское у нас было определение Верховного суда, то гарантия у вас 2 года. То есть поэтому по 214 фазе гораздо выгоднее приобретать квартиру. То есть если, например, дома уже лет 7 и начинаются какие-то промерзания, это уже просто мои проблемы? Фактически да. Есть судебная практика у нас, где мы должны были доказать. То есть мы можем доказать и можем обязать застройщика устранить эти недостатки, если мы докажем существенность этих недостатков. Это первое. Признаки существенности это свои. И второе, если мы докажем, что данные недостатки возникли в период гарантийного срока. Это, конечно, экспертиза. Здесь делается все только через экспертизу. Застройщики наверняка неохотно идут навстречу и, наверное, только в судебном порядке решаются такие проблемы? Вы знаете, зачастую да. То есть застройщик – это все равно коммерческая организация. Основная задача – это получение прибыли. Любые расходы для них – это очень плохо. Все-таки они, несмотря на то, что в публичном пространстве декларируют какую-то социальную функцию, но на практике мы сталкиваемся с другим. И, как правило, 99% – это всегда судебные процессы. То есть практически всегда. Если вспомнить ваш опыт, клиент, который получил наибольшую компенсацию за какие-то недостатки? Это был дом «Молодежная 59», цифра 1 миллион 200 тысяч. При стоимости квартиры 2,5 миллиона. А что же там? Половины квартиры не было? На самом деле мы просто проводили судебные процессы. У нас было два судебных процесса. Первый – по качеству. Мы взыскали, если не ошибаюсь, 200 тысяч – это были недостатки по качеству. 200 тысяч – это неустойка. И 200 тысяч – штрафные санкции. Это 600 тысяч. Мы взыскали это в Новосибирске, потому что ответчик, юридическое лицо зарегистрировано в Новосибирске. А сам собственник был зарегистрирован в Ханты-Мансийском автономном округе. Иск по взысканию неустойки – там более года был нарушен срок ввода дома в эксплуатацию. Мы провели в ХМАУ дистанционно. То есть судебный процесс провели. Мы тоже взыскали 600 тысяч. Суммарно 1,2 млн. Но это пока наш рекорд. Если я обращаюсь, например, к вам как к юристу и прошу помощи, нужно мне устранить какие-то недостатки, получить компенсацию. И, допустим, застройщик это выплачивает или устраняет недостатки. А кто платит за юриста? Если мы взыскиваем компенсацию, и итогом судебного процесса является компенсация, мы можем работать за гонорар успеха. То есть мы не берем никаких предоплат. Стараемся минимизировать финансовую нагрузку на дольщика. То есть можем даже сделать так, чтобы не тратились деньги на нотариус, на доверенность нотариальную. В таком случае оплата производится после получения денег от застройщика определенный процент. Если же судебный процесс идет по обязыванию застройщика устранить недостатки, там есть фиксированная цена. Но и в том, и в другом случае данные расходы являются судебными расходами. И они подлежат компенсации застройщикам. И определенная их часть судом компенсируется в пользу дольщика, взыскивается с застройщиком. Многие застройщики качественно повысили свой уровень, когда начали сталкиваться с судебными процессами, когда это направление стало популярным среди дольщиков, потому что заплатив до 5 миллионов за квартиру, люди вправе рассчитывать на то, что они получат хороший результат, что им не придется еще полмиллиона вкладывать в переделку всех этих недостатков строительных, они вправе на это рассчитывать. И все-таки правовая грамотность у людей растет, они защищают свои интересы в судах, они прибегают к помощи специалистов. И все эти обстоятельства, они, конечно, приводят к тому, что застройщики, они вынуждены повышать качество, либо они вынуждены юридически нивелировать свои какие-то риски. Соответственно, несмотря на общую тенденцию популяризации этих судебных процессов со стороны дольщиков, возможностей их проведения становится все меньше и меньше, потому что объекты сдаются все качественнее и качественнее в Барнауле. Допустим, сравнивая те же объекты в Москве, потому что мы ведем судебные процессы по всей России, я вам скажу на удивление, в Барнауле уровень гораздо лучше, чем в той же Москве. То есть застройщики строят лучше. Какие можно советы дать жителям новостроек? На что обращать внимание? Вы знаете, как бы, я вот хочу дать один простой совет. Не пытайтесь самостоятельно что-то решить. Не пытайтесь насмотреться от чего-то там в Ютубе и самостоятельно попробовать либо принять квартиру от застройщика, либо самостоятельно сходить в судебный процесс. В любом случае всегда должен участвовать профессионал. Мы очень много дел таких подхватывали в своей судебной практике, где мы вынуждены были потом исправлять ошибки самого дольщика именно на стадии досудебной, на стадии судебной. Это, на самом деле, сложнее и дороже, чем изначально обратиться к специалисту. Совет номер один. Всегда консультируйтесь со специалистами. Консультации зачастую всегда бесплатны. Но вы сможете хотя бы составить мнение о своей ситуации, можете понять, есть ли смысл вообще заходить в судебный процесс, нет ли смысла заходить в судебный процесс. И сколько бы вы не смотрели на недостатки, не смотрели на свои стены, думали, что у вас все хорошо, из практики, скажу, приедет эксперт, и он покажет вам то, что вы никогда бы сами не увидели. То те недостатки, которые в перспективе развития дома, его усадки, работы, эксплуатации, они потом уже по истечении гарантийного срока могут выйти в какие-то недостатки. Доказывать это уже будет значительно сложнее.